Сегодня очень интересный разбор, непростой. Интересная тема, что здесь звучат такие ноты, как комбинации нот Цумери, Ро. Мощно начинается с Цумери. Можно послушать исполнение Аоки Рейба, которое я загрузил в группу Сакура Играем Вместе, для того, чтобы можно было слушать, как и он это исполняет, это произведение Хару Науми. Вот это место, вот столбец номер 5, начинается Цумери, Оцу, первый регистр, и потом вторая фраза Ро, длинная тоже. И это сегодняшняя часть, здесь варьирует комбинация частая, вот между Цумери, первой, второй, третьей октавы, но если в первой, второй, это еще называется Мэри, потому что мы гнем действительно флейту Мэри, то в третьей октаве это хоть и по звучанию тоже та же самая Цумери, по высоте звучания, но она не играется в Мэри, ми бемоль показывает у меня по высоте звучания, называется она Ниноха, Ро, по-моему, это нота в третьей октаве, эта нота, она идет после Гонаха, Ро, третья октава, все открытые отверстия, Ро, третья, Ро, первая, вторая, и третья, играется она как с одним закрытым иногда бывает, указано, иногда некоторые играют вообще со всеми открытыми, в каких-то комбинациях, если нужно, если легче, быстрее получается или красивее звучит для того места именно подходящего произведения, и часто играется Мэри, и приоткрыто сзади немножко, тогда его легко, легче контролировать, оно звучит достаточно чисто и тихо можно играть. Мэри. Очень красивое место, надо, конечно, его немножко над ним посидеть и жонглирование звуков усвоить, физически и ментально чтобы оно работало а так это очень интересная комбинация между этими звуками наряду с этим вот такие интересные звуки как и Цумери в чем уже выражается суть вот такого тихого и громкого звонкого и более такого заглушенного, глухого ветреного и звенящего, чистого, ясного звука комбинация между такими в чем сакухатность это такая вот красивая вот такие вот вмещающие в себя крайности между разными звуками чистыми, грязными, звонкими тихими, заглушенными звуком кинем смо и кинем пинем а и я я я это я Это, пожалуй, любимейшие звуки мои, вот эта нота тоже. И вот эта. Вот такой контраст сильный между мягким и резким, озвонким, тихим, глухим, шумным, ветреным, типичная сякухатность. И вот сегодня уже начинаются встречаться эти противоположности, контрасты, это интересно. Очень красиво. Можно весь день играть. Ну вот, как-то так пока получается. Мне, конечно, самому надо еще хорошенько потренироваться. Но уже сейчас, думаю, такого разбора может достаточно быть для понимания и для того, чтобы самому пытаться это как-то разбирать. Спасибо за внимание и за вашу поддержку. Вот здесь, по-моему, тоже понятно. Первые две фразы это вообще легко, цумари-ро. Потом начинается шестой. Шестой столбик в столбик под номером шесть. С ноты Чи. Второй октавы. Нота Ре. Нота Ниноха играется традиционно с двумя закрытыми отверстиями. Первая и третья. Также играется иногда и с закрытым верхним отверстием. По высоте звучания это нота, та же нота ЦУМЕРИ через октаву. Нота ЦУМЕРИ первой октаве, нота ЦУМЕРИ второй октаве. И это вот нота, можно сказать, ЦУМЕРИ по высоте звучания. Вот здесь, в этом столбике, оно уже и играется. Все три октавы. Ниноха, Гонаха. Здесь играется все три октавы, одна за другой. Комбинация ЦУМЕРИ, Ро ЦУМЕРИ, Ро ЦУМЕРИ, Ро ЦУМЕРИ, Ро. Причем здесь обозначено в нотах, и можно услышать, как играет Кифу Митсухаши. И Аоки Рейба тоже. Эта нота первая, вот в седьмом столбце, она звучит, вот первая из двух. Вот это вот первая. Первая звучит вообще очень коротко, я не знаю, этот знак может быть справа. Две черточки с перечеркнутой такой вот по диагонали короткой полосочкой. Возможно, означает, что она играется совершенно коротко, либо почти вообще не звучит. В записях это так слышно, то она очень коротко, вот эта первая из двух играется очень коротко. Здесь идет комбинация ни на ха, ни на ха. Как играется эта нота? Ни на ха в этом случае, или эта комбинация на разных флейтах может быть по-разному. Надо проверять именно по тюнеру, какая у вас высота звучания этих нот и соотношение их в комбинации, в быстром чередовании. У меня, например, на этой флейте это одно, я могу здесь приоткрывать чуть-чуть. То есть, оставив уже такое положение, аппликаторное такое расположение пальцев, что сверху я оставляю немножко открыто, для того, чтобы нота ро-мери, ро-второй октавы, вот здесь вот она, вот она здесь, в восьмом столбце, начинается, значит, ни на ха, первая, первые три, ни на ха, го на ха, го на ха, го на ха, и потом идет нота ро второй октавы, ро-кан. Чтобы ее играть, и здесь меньше, как можно меньше менять, потому что играется достаточно быстро потом, и нужно как можно меньше движений делать и найти какое-то положение, в которых в чередовании все эти ноты будут, возможно, в одном каком-то диапазоне ровно стоять по тюнеру, не прыгать значительно, не отличаться, там плюс-минус, не уходить сильно, а все три ноты эти, ни на ха, го на ха и ро-кан. Вот у меня сейчас я вот такое выбрал положение, ни на ха у меня вот ровно, теперь отпускаю на и причем при ноте ро второй октавы после двух возможно придется немножко здесь приоткрыть для этого заднее отверстие для того чтобы вся эта комбинация происходила или же варьировать чередование нот варьировать открывание при открывании это надо исследовать этот момент на каждой плете он может быть другим для того чтобы эта комбинация получалась ну и последнюю последнюю ганаха в этой фразе я играется уже не не закрытыми всеми как-то видно что вот почему открывается отверстие вот это вот здесь или или здесь для того чтобы играть 3 октаву рок ро дайкан просто там еще что-то может появляться а если приоткрываем чуть-чуть это октавное отверстие да она легче и все она так играется положение мэри немножечко приоткрыто отверстие сзади так его можно достаточно тихо играть и нормально контролировать поэтому как бы мы не играли в чередовании если мы чередование например ро дайкан играем со всеми закрытыми потому что нам удобно так здесь я например закрытыми могу играть вот начинается например мог бы вообще со всеми закрытыми играть чередование между рода дайкан игрока вот если я сейчас пробую в конце играть вот эту фразе ро дайкан последнюю ноту фразе стал без 8 видно она не получается без без того чтобы приоткрыть октавное отверстие и наклонить в мэри как она играется часто для того чтобы получалось всегда наверняка если его пробую просто так сыграть ро 3 октавы все закрыты то она может не получиться комбинации как сейчас не вышла а так наверняка получается и достаточно тихо идет она спокойно играть вот я думаю это понятно но это тяжело так дается для понимания не так быстро надо действительно попробовать и играть эти ноты отдельно по отдельности для того чтобы они все точно найти для них какое-то положение также в быстром чередовании найти какое-то положение чтобы они оставались все на одной высоте не падали в плюс-минус сильно не отличались сильно по высоте звучания разные ноты как видно если здесь не про открываю как-то а тогда добавляется еще какие-то брата на какие-то другие а ноты добавляются слышно это не должно быть поэтому надо как-то учиться контролировать чтобы чистый был звук именно гонаха не на х гонаха и рока ро 2 октавы то есть сумме и 3 октавы ро 3 октавы и ро 2 октавы вот здесь какая комбинация между нотами да сумме и третий октава но это у нас мари не назвать но то есть как сумме рио 2 это вот звук вот этот на октаву выше через октаву называется гонаха ни на х то есть здесь надо самому немножко порепетировать каждую так вот чтобы понять и прочувствовать мне тоже надо было какое-то время так следующее у нас идет столбец номер девять с ноты релаться дуга су-ре-су три ноты до комбинация но то что сейчас в кан играется то видно он значок вторая комбинация но сверху начинается рио цу потом комбинации из трех нот вот этот вот скачок такой от которой слышим следующее идет к видно обозначение справа там далее в столбце номер десять идет у нас комбинация нот второй и третий октава то есть гона гонаха гонаха химэри как видно столбец столбец номер десять а че чекан далее идет гонаха или ро третий октава химэри су-мэри су-мэри и ро гонаха химэри ну а он но Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»